А еще можно обратиться либо в прокуратуру, либо в следственный комитет. По одной простой причине. То есть вы понимаете, да, что Владимир Владимирович Путин нам говорит, давайте бороться с коррупцией. Я бы не против бороться с коррупцией. А сейчас объясню, почему вам необходимо туда обратиться. То есть вот на улице, в принципе, как бы, ну, мы будем говорить, что это запоздалый октябрь месяц. Потому что у нас в итоге все дело поменялось, да? То есть зима начинается у нас в январе, естественно. А до января, ну, вот такая штука. То есть зачем в эту погоду нести? Зачем обрабатывать? Зачем убирать снег? Я что-то не понимаю. Почему ночью люди выезжают? Ребятки, а вам не сложно чуть-чуть подождать? И когда будет реальный снегопад, тогда все сразу и с копом, естественно, вы будете работать. И давая нам возможность ездить уже на убранных улицах. Зачем это делать сейчас? То есть, ну, я прекрасно понимаю, что зимой, конечно же, и ночью расценочки, так мягко говоря, сверхбольшие. И на все остальное. Что-то я в этих делах не понимаю, о чем речь стоит. То есть, если мы настолько все хороши, то почему у нас нет нормальной пенсии, да? Что такое нормальная пенсия? Нормальная пенсия – 1000 долларов. Эта пенсия меньше, чем в Польше, естественно. Ну, и в всех остальных странах, скажем так, евро-азиатского сообщества. Мы же туда, типа, собираемся. Может быть, так? То есть, вот такая ситуация, меня она начинает немножко так подбешивать. Потому что, вы знаете, если бы у нас все было красиво и хорошо, тогда бы я сказал. И зимой. Но, с другой стороны, зимы-то нету. Зачем все это дело выезжает? Я просто не так давно шашлыки готовил на улице, ну, вот, под названием вокзальная. Ночью, в 9 часов вечера. И потом смотрю, вот, куда-то пыль выметается. То есть, по абсолютно нормальному асфальту. Как раз вот этот снежочек немножко сошел, прошли эти пылилки. Зачем это делать? Я не понимаю. Ночью, ночью. Зачем это торопиться? Может быть, на это идет то время, когда вы будете работать. Оно, естественно, будет, но чуть позже. После Нового года, когда первые снегопады выпадут, вот тогда вы работаете. А так, ну, я не знаю. Слово о том, что наверняка в моей передаче здесь, в интернете, смотрят люди, ну, из прокуратуры и из следственного комитета. Вы подумайте, потому что, прежде всего, из чего начинается коррупция? Коррупция начинается с мелких рядков. Вот таких примерно. Нормально? Нормально. И я никогда бы вас не призывал никуда идти. По сути события. Если бы вы были бы членами нашего автомобильного общества, у нас есть такие люди, которые на машинах говорят, вступайте в ряды Магнитогорска. Так вот, первоначально, вот эти люди, прежде чем, ну, они же тоже понимают, что ржавчина это не есть хорошо. Вам необходимо куда пойти? Вам необходимо пойти в городскую администрацию. Там согласовать место проведения, ну, вот этого нашего банкета. Потому что я тоже противник ржавления. Я не против того, что здесь дороги у нас начинают солить. Ну, зачем это делать? По сути события. И после согласования с администрацией вы это можете сделать. Ну, если вы хотите какие-то там определиться и показать человеку, что не надо солить наши дороги. Ребятки, давайте все-таки без коррупции, без соления дорог будем просто жить, одновременно работая для нас с вами и Магнитогорцы, и те, кто любит работать на комбинате.